Привет, меня зовут Митя Савелов, я являюсь главой Change.org в России, и это Change.Life. И сегодня мы для вас подготовили очень интересный выпуск. Мы находимся в Министерстве здравоохранения Российской Федерации, и через пару минут поговорим с заместителем министра здравоохранения Олегом Сологаем. Так что смотрите дальше, будет очень интересно. Привет, вы смотрите Change.Life, где мы разговариваем с самыми интересными людьми, которые действительно что-то меняют в своей жизни к лучшему, помогают другим. И сегодня мы в гостях в Министерстве здравоохранения Российской Федерации, и у нас очень замечательный гость Олег Олегович Сологай, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации. Спасибо большое, что пригласили, очень приятно. Спасибо, что вы пришли. Олег Олегович, скажите, я представляю Change.org, глобальную платформу для онлайн-петиций. Кстати, Министерство здравоохранения верифицированный адресат на Change.org, что очень приятно, но также один из самых-самых популярных. Соответственно, вопросов очень много, мы видим, что действительно люди совершенно разные. Что вы лично думаете по поводу онлайн-петиций, как форму гражданского участия? Ну, наверное, все согласятся с тем, что решать какие-то проблемы необходимо. Вот существуют разные способы решения проблемы. Когда проблема не решается в силу самых разных причин, в силу каких-то административных проволочек, в силу того, что человек не знает, куда обратиться. Часто оказывается, что онлайн-петиция для него — это наиболее короткий путь к решению проблемы. И вот наша задача, как Министерство здравоохранения, постараться сделать наоборот, чтобы онлайн-петиция не была таким самым коротким путем, а самым коротким путем была предусмотренная административная процедура. Простите, может быть, за формальный язык, но тем не менее важно, чтобы человек, обращаясь в орган власти или человек, обращаясь в учреждение здравоохранения, получал разрешение своего вопроса в самый короткий срок, и для этого не приходилось собирать подписи. Очень интересно. И вот если разбить ваш совет на части, здесь сразу возникает много вопросов. Например, я вижу на платформе каждый день огромное количество проблем, которые поднимаются в вопросе здравоохранения. Вопрос, который постоянно возникает, и я сам признаюсь, не знаю, как на него ответить. Куда, по каким вопросам, кому обращаться? Может быть, вы могли бы помочь немножко разобраться? Вот есть, не знаю, из самых топовых проблем, которые поднимают наши пользователи. Доступность лекарств, может быть, качество медицинского обслуживания, закрытие и расформирование больниц. Вот такие, не знаю, три темы. Вы знаете, во-первых, такое количество обращений в адрес Министерства здравоохранения, конечно, не случайно. Я приведу только одну цифру. Если говорить о программе государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, то в Российской Федерации примерно миллиард амбулаторных обращений в год. Вдумайтесь, миллиард. Если даже из этого количества обратившихся пациентов, ну, скажем, сотая часть будет недовольна оказанием медицинской помощи, то это уже очень большое количество людей, которые потенциально могут обратиться с разного рода жалобами, предложениями. Это, кстати говоря, не всегда жалобы, даже на Change.org часто это предложения. Ну, вот я, может быть, открою небольшую тайну. До того, как включились камеры, мы с вами немного разговаривали, и вы говорили о том, что, ну, может быть, можно было назвать какие-то рекомендации тем людям, которые готовят петиции на Change.org. Вот мне кажется, что, наверное, можно было бы назвать несколько вещей, по которым можно обратиться во вполне конкретные места. Прежде всего, надо помнить, что Министерство здравоохранения — это орган, который занимается прежде всего нормативно-правовым регулированием. И если вопрос касается какого-то правонарушения, скажем, человек считает, что в отношении него совершено преступление или правонарушение, в таких случаях, конечно, нужно сразу обращаться в правоохранительные органы. Потому что если человек обратится к нам, то его обращение мы в соответствии с законом также направим в правоохранительные органы. Конечно, проведя там свои контрольные процедуры в этом отношении тоже. Существует другая группа людей, которые обращаются, например, с предложениями какого-то научного свойства или организационного. И вот в этом смысле, наверное, им логичнее было бы сразу обращаться в научные организации. Ну, скажем, у нас есть обращения, которые касаются, скажем, совершенствования, оказания кардиологической помощи. У нас существует сформированная по поручению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Игоревны Скворцовой система главных внештатных специалистов. Это не только федеральные специалисты, наши ведущие кардиологи, руководители наших флагманских учреждений, но также и кардиологи в округах, кардиологи в субъектах Российской Федерации. И вот к каждому из этих специалистов можно обратиться с каким-то предложением или вопросом по своей специальности. Дальше существует блок вопросов, связанных, например, с работой конкретного врача, организацией, скажем, приема, организацией регистратуры, работы регистратуры. В таких случаях, конечно, лучше обращаться или же к главному врачу медицинской организации, или же обращаться к руководителю департамента здравоохранения в этом конкретном регионе. Потому что, как правило, медицинские организации подчинены по территориальному принципу органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Ну, соответственно, там, где эта медицинская организация локализована. Ну, и мы в любом случае, вне зависимости от того, правильно человек обратился или неправильно, мы будем это обращение рассматривать, мы не оставим его без внимания, мы просто разъясним человеку правильный порядок обращения или куда ему нужно обратиться. А в каких-то случаях мы и сами эти обращения пересылаем туда. Ну, вот, скажем, с органами государственной власти, субъектов в сфере здравоохранения, мы, как правило, так и взаимодействуем. Когда поступает какое-то обращение, мы это обращение на рассмотрение туда обращаем, отправляем. Ну, вот интересно, да. Потому что, видите, мы говорим зачастую нашим пользователям о том, что определение правильного адресата, даже если есть некое общее понятие Минздрав, которое, мне кажется, вот оно и есть, вот такое вот, есть некое общее, хаотичное понимание наших пользователей, наверное, какое-то понятие, и очень сложно действительно какую-то выстроить навигацию. Но мы, конечно, всегда говорим, что точно определение адресата – это уже 50% успеха любой петиции, которая создается. Потому что, естественно, выстраивать диалог становится гораздо проще, если ты понимаешь, с кем ты общаешься, и кто действительно несет ответственность за какие-то вопросы. Но вы же понимаете, почему люди пишут сразу Минздрав и Министры, потому что это вот из серии мы пришли сразу к высшему точку, к высшему человеку, который принимает решение. Ну, вы знаете, именно поэтому министр всегда нам говорит, чтобы мы исходили из того, что каждое из этих обращений должно быть очень внимательно рассмотрено. И если есть возможность у министерства, потому что министерство ограничено определенным образом полномочиями по закону, если есть возможность помочь человеку, то помочь человеку нужно обязательно, никуда не пересылая это обращение. Вот если это относится к полномочиям другого органа, ну, яркий пример правоохранительного органа. Очевидно, что Министерство здравоохранения не занимается правоохранной деятельностью в том смысле, в котором мы это слово употребляем в нашем таком обычном обиходе. Вот в таких случаях мы, конечно, это обращение перенаправим в правоохранительные органы или будем рекомендовать человеку рассмотреть возможность в эти органы обратиться. Я, может быть, не сказал еще об одной очень важной вещи. Мы должны помнить, что законодательство закрепляет очень большие полномочия с точки зрения контроля качества медицинской помощи за страховыми медицинскими организациями. Мы их обычно называем страховые компании. Поэтому пациент, если он полагает, что ему некачественно оказана медицинская помощь, не в полном объеме, нарушены сроки оказания медицинской помощи, а я напомню, что в отношении всех основных, ну скажем так, этапов оказания медицинской помощи, как правило, установлены достаточно, ну такие, я бы сказал, разумные рациональные сроки, которые никогда не длятся месяцами и уж тем более никогда не длятся годами. Поэтому в таком случае человек должен просто обратиться в компанию, в которой он застрахован, и эта компания в соответствии с законом обязана защищать его права. Смотрите, мы с вами поговорили о том, что выбор, кажется, в Министерстве здравоохранения Российской Федерации есть адресат петиции, но внутри этого есть, конечно, еще столько всего, и столько подразделений, и столько адресат, которые могут быть выбраны. Это можно назвать как бы вот выбор действительно правильного адресата, как некий один, одну подсказку. Может быть, у вас есть какие-то еще практические советы людям, которые, миллионам, на самом деле, людей, которые обращаются к вам через Чинджерк и еще как-то-либо, как им быть услышаны, как им выстроить вот этот эффективный продуктивный диалог с Министерством? Но если говорить о конкретных советах, вот кроме того, что я сказал, давайте, может быть, мы возьмем на себя такое небольшое обязательство. Мы попробуем проанализировать те петиции, которые на текущий момент есть на Чинджерк, попробовать их классифицировать вместе с вами и сделать небольшую инфографику, которая будет содержать в себе конкретные советы. Вот, не знаю, пять шагов по получению ответа. Вот это, наверное, будет практически применимо, потому что не все, наверное, те, кто хотел бы узнать, как делать петиции или как получить ответ от Министерства здравоохранения, посмотрят вот этот наш с вами разговор. Но, наверное, если мы сделаем такую небольшую графику, это будет просто удобнее. Потому что это понятные советы, они основаны на полномочиях тех органов, которые осуществляют свою работу в сфере охраны здоровья. Да, давайте, мы только за. Это будет очень круто, серьезно. Это будет очень-очень, на самом деле поможет. Зачастую побеждают истории, добиваются поставленные результаты, какие-то личные истории. То есть, когда есть некая проблема, которая рассказана через личную историю, что делать, если проблема, которая поднимается, она действительно системная проблема? Есть проблема, которая требует какого-то длительного исследования? Или, может быть, нескольких вот так вот, это многоступенчатая вещь. Есть ли у вас видение, как граждане могут быть включены в такой разговор длительный с Министерством? Ну, вы знаете, истории действительно очень разные. Вот вы сказали про индивидуальные истории, и я не могу на это не отреагировать, потому что действительно есть индивидуальные истории, в которых, как в капле воды, могут отразиться какие-то системные проблемы. И вот, наверное, эти истории как раз помогают решать такие системные проблемы. Они помогают их, ну, приоритизировать и для региональных, и для муниципальных органов власти, и для Министерства здравоохранения нередко. Но при этом, надо сказать, что часто бывают и таких большинство, вне всякого сомнения, истории, подавляющее большинство, когда необеспечение, например, лекарственным препаратом или невозможность получить медицинскую помощь являются исключительным случаем. То есть это не правило, и именно поэтому вот такая история становится такой громкой и известной. И индивидуально решить ее, конечно же, можно, безусловно. Но для нас это тоже определенный звонок. Мы, получая такие обращения или замечая такие обращения на, скажем, платформе Change.org, мы, конечно, самым тщательным образом разбираемся в них. И часто видим, что во внушительном количестве случаев человеку можно было помочь в Российской Федерации. Это может быть связано с неполной информацией, или может быть связано с тем, что у человека ощущение, это, кстати говоря, право любого человека выбирать то место, где он может лечиться, где он хотел бы получать медицинскую помощь. Он, например, считает, что он должен получить медицинскую помощь именно за рубежом. Но я не могу не сказать также, что наша страна относится к числу очень ограниченного перечня стран мира, которые имеют законное основание направлять своих граждан на лечение за пределы Российской Федерации. На это установлены определенные нормы закона, на это зарезервированы определенные средства. И такое направление имеет место, но для него существует определенное и, в общем-то, единственное условие. Это то, что такой вид помощи не должен оказываться в Российской Федерации. Человек может быть направлен, но в том случае, если этот вид помощи не оказывается в России. А поскольку сегодня мы работаем в подавляющем большинстве случаев по международным протоколам, то таких исключений действительно очень и очень мало. И вот теперь говоря о первом случае, когда в обращении, как в капле воды, отражается какая-то системная проблема. Вот тогда мы ее очень тщательно анализируем, даем поручение нашим главным специалистам проработать этот вопрос. Они, как правило, возвращаются с какими-то предложениями, связанными с корректировкой, например, нормативных актов или с корректировкой каких-то логистических решений, применительно к оказанию медицинской помощи. Но, кроме этого, надо сказать, что Министерство здравоохранения сегодня каждый нормативный акт министерства, каждый, я подчеркиваю, нормативный акт министерства, размещает в интернете для общественного обсуждения. И мне кажется, что этим механизмам не нужно пренебрегать, нужно обязательно обращать на это внимание, высказываться. Может быть, эти акты, они не очень удобны с точки зрения их прочтения, но, скажем так, человекам не очень связанным с организацией здравоохранения, но, как и любой документ в любой профессиональной сфере. Вот поэтому мы все наши решения сегодня обсуждаем и будем рады любому количеству людей, которые к этому обсуждению подключатся, потому что мы готовы сегодня и морально, и физически каждое из предложений комментировать. То есть мы можем это делать. А вот эти обсуждения, про которые вы говорите, как они организованы? Как граждане могут подключиться? Да, есть самый простой способ. Каждый из нормативных правовых актов размещается на портале, который называется regulation.gov.ru. Там тоже есть аккаунт Министерства здравоохранения, соответственно, можно зайти в него и посмотреть, какие акты были за последнее время размещены. В отношении них существует процедура обсуждения уведомления о разработке. То есть когда мы только замыслили какой-то нормативный правовой акт, мы размещаем уведомления о том, что мы будем его разрабатывать и собираем идеи. Затем эти идеи конвертируем в конкретный текст документа, и после этого этот текст проходит уже общественное обсуждение. Поэтому нужно пользоваться этим порталом, нужно заходить на него, нужно смотреть и давать соответствующие комментарии. Ну, плюс я не могу не сказать так же, что у нас достаточно большое количество общественных и профессиональных советов функционирует при Министерстве здравоохранения. Это и советы, они по самым разным вопросам, начиная от таких, я бы сказал, очень специализированных, как советы по отдельным направлениям, скажем, по кардиохирургии или там по нейрохирургии, и заканчивая общественным советом, в который входят далеко не только врачи, туда входят и журналисты, и общественные деятели. Поэтому всегда можно и обратиться в общественный совет, можно просить членов общественного совета поднять какой-то вопрос в Министерстве здравоохранения. Заседания проходят регулярно, и, как правило, те обращения, которые поступают к членам общественного совета, также обсуждаются на общественном совете. Очень интересно, спасибо, потому что, честно говоря, я уверен, что большинство наших пользователей не обращались. И это будет тоже один из как раз таких, мне кажется, эффективных путей. Конечно. Большинство наших пользователей считают, что сбор подписей онлайн и такие сервисы, как госуслуги, самые эффективные способы общения с властью. По-вашему, в чем будущее вот такого гражданского общения с властью? С интернетом или еще какими-то другими технологиями? Вы знаете, мне кажется, что интернет — это не будущее, это уже настоящее. Вот если мы посмотрим структуру обращений в Министерство здравоохранения, вот за четвертый квартал 2018 года, мы ведем очень тщательную статистику всех обращений, их анализируем, вот за четвертый квартал 2018 года в Министерство через интернет обратилось примерно 28 тысяч человек. И я подчеркну, что это не только те, кто обратился, но и те, кто получил ответ от Министерства через интернет. И вы можете себе представить, насколько это становится более комфортным для человека. Причем у нас существуют разные способы обращения. Вы можете обратиться через форму на официальном сайте. Вы можете обратиться, отправив электронное письмо на, скажем, help.rosminzdrav.ru, тогда, когда этот вопрос касается оказания медицинской помощи. Вы можете позвонить на горячую линию. Вы можете позвонить на горячую линию по вопросам здорового образа жизни. У нас есть и такая, когда, например, человек хотел бы отказаться от потребления табака или алкоголя, и он может получить квалифицированные советы на этот счет. Единая федеральная линия 8 800 200 200, звонок на который абсолютно бесплатен. А что в планах, может быть, поделитесь у Министерства? Есть ли какие-то планы из серии новых технологий, более тесного общения с гражданами, может быть, технологии, которые помогали бы более эффективно решать вот такие насущные проблемы? Вы знаете, мы в качестве главного плана и главного показателя эффективности, конечно, стараемся сокращать дистанцию между человеком и федеральным органом власти. Вот это и пациент, и медицинский работник, потому что ведь у нас есть, может быть, это не совсем такое корректное деление, потому что для нас на самом деле его в общем-то не существует, потому что любой человек может обратиться. Но, как правило, мы делим на пациентов и медицинских работников, ну просто по характеру обращений, потому что часто предмет обращения разный. Поэтому для нас важно сократить эту дистанцию. И вот насколько нам будут позволять цифровые технологии ее сократить, вот настолько мы будем ее сокращать. У нас на этот счет есть очень эффективные коллеги, у нас есть отдельный заместитель министра, который занимается цифровыми технологиями. Поэтому я надеюсь, что в этом смысле все должно получиться. Все будет отлично. А как мы, как платформа, Changework, да, можем быть более эффективны для вас, чтобы там Министерство захоронения было легче отвечать или было комфортнее пользоваться платформой? Есть ли какие-то, допустим, у вас идеи по этому поводу? Вы знаете, наверное, идеей должно быть то, что мы должны проанализировать те обращения, вместе проанализировать те обращения, которые на текущий момент по нашему направлению на платформу уже поступили. И проанализировав их, сделать какие-то конкретные предложения по, ну скажем так, вот логистическим вопросам. Потому что очевидно, что привлечение, ведь у платформы есть две составляющие. С одной стороны, это решение проблемы какой-то конкретной, с другой стороны, привлечение внимания к проблеме. И вот мне кажется, для нас очень важно, что когда человек привлекает внимание к какой-то проблеме, это значит, что эта проблема не была где-то решена. Поэтому мне, как врачу, конечно, всегда, ну скажем так, очень грустно, когда человек недоволен качеством оказания медицинской помощи. Конечно, бывают вопиющие случаи, мы их даже не обсуждаем. Но если не возникло вот этого терапевтического сотрудничества между врачом и пациентом, это всегда не очень хорошо. И надо сказать, причины бывают очень разные. Они могут быть связаны с медиком, они могут быть связаны с пациентом. Но в любом случае, вне зависимости от этих причин, наша задача помочь улучшить качество оказания медицинской помощи. А качество оказания медицинской помощи, оно не может существовать в отрыве ни от медика, ни от пациента, ни от их взаимоотношений. Вот поэтому наша с вами задача в том числе и в том, чтобы понять вот эти вот болевые точки и постараться, может быть, предложить какие-то конкретные решения по каждому из них. Это, я бы сказал, такая тактическая работа. А можно спросить у вас, вот ваше личное видение здравоохранения, системы здравоохранения в России через 10 лет? Ну, вы знаете, через 10 лет, вы помните, был такой замечательный фильм в 80-х годах «Назад в будущее». И в этом фильме, по-моему, если я не ошибаюсь, показывался 2015 год. Там, значит, летающие машины и все, что с этим связано. Вот мне кажется, что построение образов, оно всегда рискует натолкнуться на, ну, такую немножко футуристическую картину. Но в этом смысле мне несколько легче, потому что я могу сказать о том образе здравоохранения, который должен быть не через 10 лет, а через 6 лет. Потому что, если мы с вами посмотрим указ президента номер 204, в котором установлены основные направления и наши стратегические задачи, и посмотрим те национальные проекты, которые были утверждены в целях реализации этого указа, то мы с вами увидим конкретные составляющие ну вот того образа, если хотите, который должен сложиться к 2024-му примерно году. И этот образ, он очень конкретный. Вот это не летающие машины или там какие-то такие очень футуристические вещи. Это снижение смертности от основных заболеваний. Это снижение смертности в трудоспособном возрасте. Это повышение доступности первичной медицинской помощи. Это особый акцент на людях старше трудоспособного возраста. Это серьезные меры, направленные на снижение потребления алкоголя и табака. И это общее увеличение не просто жизни, а здоровой жизни. Вот это та задача, которая до этого никогда не ставилась. Поэтому я думаю, что вот описывая образ здравоохранения, я бы в этом смысле опирался на эти конкретно измеримые показатели. Очень. Да, спасибо большое. Последний традиционный наш вопрос, который я всегда спрашиваю у всех наших гостей. Кстати, тоже касательно этого видения. Если бы вы могли сегодня что-то изменить на всей планете, но что-то одно, что бы это было? Все, что угодно. Все, что угодно. Чтобы не болели дети. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое, что смотрели. С нами был заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Олегович Салагай. Спасибо. Это был Change Life. Смотрите нас скоро опять. Ура. Нельзя нашу страну замусоривать. Это часто не о власти, а о том, что у нас у каждого в голове. Мы об этом говорим только между девочками, но очень тихо. А что мы хотим? Отменить инструацию? Ребята, алло. Так нельзя. Да, глянешься, глянешься, глянешься. Я не могу. Я уже с вами, ребята.